116 дом на улице Ленинской, признанный объектом культурного наследия по заказу мещанина Степана Филимонова, 116 лет назад спроектировал и построил известный самарский архитектор Георгий Машков. У него был яркий запоминающийся стиль. Машков любил украшать фасады изысканной лепниной и оригинальными балконами. На счету архитектора несколько таких домов в Самаре. Ими всегда любуется ценитель творчества архитектора Самарский строитель Алексей Борискин. Мужчина рассказывает, годами ходил на работу мимо 116 дома по Ленинской и представлял, как бы его отремонтировал. Этим летом мечта строителя сбылась. Честь вернуть первозданный вид фасаду здания выпала именно его подрядной организации. Фирма приступила к работе в начале лета. На тот момент все стены здания были в трещинах, облицовка во многих местах осыпалась. Восстанавливать фасад, рассказывает Алексей, пришлось буквально по крупицам. В итоге вернули дому не только достойный внешний вид, но и первоначальный цвет. Когда наша организация выиграла тендер, честно говоря, я очень обрадовался этому. Потому что это, наверное, единственный был его дом, который был в таком ужасном состоянии. После реконструкции, которую претерпел весь наш старый город перед чемпионатом мира. И он как бы находился в реально таком плачевном состоянии. На ремонт здания культурного наследия ушло 5 миллионов рублей и 4 месяца кропотливого труда. 116 дом на Ленинской не единственный, который восстанавливают на средства фонда капремонта Самарской области. В списке 370 объектов. 120 из них находятся в Самаре. Полсотни домов уже ремонтируют. В основном в исторической части города и на Беземянке, где расположены так называемые сталинки. За время существования фонда нами отремонтировано 166 подобных объектов, имеющие признаки, являющиеся объектами культурного наследия. Сейчас в работе около 100. По 75 ведутся работы строительно-монтажные, по 25 разрабатываются научные проекты. В следующем году по программе фонда капремонта будет отремонтировано более тысячи фасадов. Из них 70 принадлежат объектам культурного наследия. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.